Силы и средства В легенде в стародавние времена на этом месте рос дикий лес, обжито лишь лихими людьми. Разбойники доставляли много хлопот местным жителям и проезжающим купцам. Пока однажды, подойдя к колодце, они не увидели грозный лик Иоанна Предтечи. Позже на этом месте построили храм. В один день во время службы церковь начала проваливаться под землю. Люди выбежали. Остался один батюшка, продолживший молебен. На месте храма забил источник. Когда вода успокоилась, местные попытались узнать, насколько глубоко ушла под землю церковь, но так и не смогли достать до дна. Источник назвали бездонным колодцем, а вода его стала считаться святой. Ну, чисто вот от души. К этому пришел до этого, нет, боялся, а сейчас каждый год езжу. Сколько лет уже? Три года подряд. А вот все время сюда? Да, именно сюда. Здесь очень понравилось, здесь очень хорошо, все организовано и замечательно. Среди приехавших были и те, кто впервые участвует в крещенских купаниях. Анастасия Чеснокова из Ульяновска увлекается моржеванием, но погружаться в воду в светлый праздник пришлось впервые. Прямо как заново родилась. Прямо полностью как будто очистила все свои грехи, которые были. А почему вы решились в крещении именно искупаться? Потянула душой сюда. И вообще, вот эта купель самая любимая у меня, потому что вот что попросишь у Боженьки, как-то он помогает это все осуществить. Набранная из источников, в крещенскую ночь вода освещает любую питьевую воду. Стоит лишь немного добавить святое. Это позволяет не набирать большое количество святой воды и исцеляться ей круглый год до следующего крещения. Ульяновская правда поздравляет всех православных с праздником крещения Господня. Егор Тстоф, Юрий Конехин, новости Ульяновской правды.